Привет. Да блин, когда я придумаю какой-нибудь привет? Не тупо рыло. Привет. Я обещала рассказать про топ своих любимых сериалов, но слушайте, я всех жестоко обманула, закликбейтила, забайтила. Тут не будет никакого порядочного топа, оказалось, что это капец как сложно выбрать просто 10 сериалов, которые я считаю лучшими, которые я могла бы посоветовать всем, и при этом еще и упорядочить их как-то логически, по степени моей любви, ну это просто нереально. Поэтому я буду просто рандомно из кучи доставать сериалы, которые я для вас подготовила, и немножечко о них рассказывать. Вот сейчас было бы идеальное место для рекламной интеграции, потому что я не могу просто не упомянуть о том, что я не просто бы не смогла никак вспомнить те сериалы, которые я когда-либо смотрела, если бы я не была зарегистрирована в приложении My Shows, потому что там есть все. Там можно очень удобно отмечать серии, которые вы посмотрели, оценивать сериалы, комментировать, смотреть какие-то новости, когда выйдут сериалы, очень-очень клёвый сервис, миллион лет уже там участвую, существую, и мне все очень нравится. Так, вот сейчас пора показать вам курочку. Курочка. Крюзеньки. Кстати, я вот когда подготавливала список сериалов, я полистала те сериалы, которые я смотрела, и сколько их количеств, и получается, смотрите, сейчас я смотрю 13 сериалов, это те, которые сейчас выходят, и, ну, то есть, еще не закончились. Потом, сериалы, которые я полностью посмотрела от первой до последней серии, 37 штук, и сериалы, которые я перестала смотреть, 49. Я не могу осознать это количество. Когда я вообще думала создавать этот видосик, я первым делом вспомнила о сериале, который я хочу в первую очередь посоветовать всем. Это сериал N. Он у нас выходил в 2017-19 году, там, то есть, сколько, три сезона, по-моему. Ну, очень-очень крутой сериал, очень супертрогательный, добрый. Я на нем, честно говоря, рыдала первой серией вообще просто ручьем, хотя это, честно говоря, не показатель, потому что, ну, я сентиментальна, и мне мало надо для того, чтобы разрыдаться. История у нас происходит в конце 19 века на небольшой ферме, где уже такие пожилые ребята, брат с сестрой, решают усыновить мальчика с детского дома. Для того, чтобы, ну, в общем, он помогал им по хозяйству, делал какой-то труд сложный, который ему уже тяжеловато выполнять. Но из-за недоразумения к ним приезжает такая рыжая, добрая, веселая девочка по имени Энн Ширли. И, в общем, вся туса начинается, там очень много всего интересного, веселого, доброго. Так как сериал показывает эпоху конца 19 века, то там очень все красиво снято, просто невероятнейшая атмосфера, все какие-то мелочи продуманы. Следующий сериал — это «Половое воспитание». Там у нас 24 эпизода, сериал начал выходить в 2019 году. Это прям такой чисто подростковый сериал, который я бы советовала, мне кажется, обязательно смотреть всем подросткам. Возможно, где-то иногда кажется, что есть какой-то перебор в откровенности, что на самом деле в жизни там не у всех подростков такое происходит. Но если подумать, что в принципе для какой-то теории знать, мне кажется, ну, было бы неплохо. В сюжете речь идет о парне-отисе, о таком социально неуклюжем парне-подростке, интроверте, у которого, кстати, мама работает психотерапевтом, сексологом, по-моему, так это можно сказать. Ну, и откуда у него куча всяких разных знаний в этой области и в целом в межличностных отношениях. Вот этот парень, в общем, знакомится в школе с девушкой Мэйвс, которой они начинают мутить бизнес в школе, устраивать такой секс-просвет в виде личных консультаций для своих сверстников. Помимо этого, также рассказываются какие-то отношения между ними, между их друзьями, и куча всяких разных тем раскрываются, которые было бы интересно и полезно посмотреть, наверное, в подростковом возрасте. Но в целом, если вы любите сериалы такие подростково направленные, то этот сериал будет тоже клев. Бумажный дом. 41 эпизод. Выходил с 2017 по 2021 год. Обожаю этот сериал. Это реально один из тех сериалов, которые я бы хотела посмотреть, стерев себе память перед этим, потому что очень много таких интриг и пересматривать. Я вообще не того характера человека, чтобы пересматривать сериалы, потому что мне нужно не знать, что будет дальше, иначе мне не особо интересно. Я после того, как посмотрела первые несколько сезонов, на тот момент больше не было новых серий, и я прям стояла в душе и страдала, и думала, что же мне теперь делать, как мне дальше жить, если я не знаю, какое там продолжение. Хотя до того, как я начала смотреть сериал, у меня, честно говоря, очень отталкивало описание, я думала, ну, мне такое вообще не нравится, но мне знакомый сказал, обязательно посмотри, он крутой, и вот надо только посмотреть первую серию, и все сразу понятно становится. По сюжету все очень просто. Есть один умный, как он по мне, обаятельный профессор, который решает собрать компашку из разных преступников, чтобы ограбить королевский монетный двор Испании, и, собственно, все это осуществить по его супер продуманному, крутому плану, который он разрабатывал несколько лет. Еще у него есть братан, который тоже, как бы, преступник, но все снято настолько красиво, настолько эстетично. Еще важно упомянуть, что это все-таки испанский сериал, они там все такие симпатичные, такие темпераментные. Игра престолов. Я не могла ее сюда не включить, но просто не могла. Если это лучшие 10 сериалов, которые я советовала посмотреть, то игра престолов обязательно сюда входит. У нас там вышло 73 эпизода, которые выходили в течение 11-19-х годов. Сериал просто великий, просто великолепный. Если это один из самых популярных сериалов в мире, это, наверное, в чем-то говорит, Возможно, кому-то он не зашел с первой серии, кто начинал его смотреть, ничего не понял и выключил. Показался он какой-то сложный и непонятный. Но как раз, наверное, это из-за того, что вы одну серию посмотрели, и до этого, естественно, не знали ни книг, ничего, никакого сюжета. Стоит посмотреть, мне кажется, серии 3, не просто на фоне где-то там как-то, а именно реально посмотреть и попытаться вникнуть. Дальше просто уже не оторваться, мне кажется, от него. Я не знаю, стоит ли говорить о сюжете, но на самом деле, если вы реально не знаете, какой сюжет примерно, и хотите посмотреть просто где-нибудь, то это прям кек такой, потому что я вот открыла кинопоиск, и там, знаете, что написано? К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг сосредоточия власти Семи Королевств Железного Трона зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки. Короче, бред какой-то, ничего не понятно. Ну, как бы я рассказала кратко сюжет для того, чтобы понять вообще, о чем идет речь в сериале. Есть семь королевств, есть два стула. Есть семь королевств, которыми управляют разные пацаны, и есть главный Железный Трон, о котором все знают, как он выглядит, мне кажется, если вы даже не смотрели сериал. На нем сидит, в общем, главный пацан, главный король, и тут он чувствует, что вокруг него происходят какие-то мутки, какое-то, что-то происходит, и он начинает немножко сковать, и обращается, в общем, за поддержкой к своему дружбану из Винтерфелла Старку. И дальше начинается всякий движ, типа там убийства, инвалиды, инцест, любовь, драконы, куча всего интересного, шикарнейший графон, потрясающий сюжет, кому-то не нравится последний сезон, но я в восторге, потому что я не читала книги, и мне не обязательно, чтобы все было по канону, как с Ведьмаком. Я посмотрела недавно «Ведьмака», отступление, извините, посмотрела недавно «Ведьмака», и я вообще в восторге, мне очень все нравится, все очень круто, но когда ты начинаешь открывать комментарии, особенно в последнем сезоне, начинается вот эта душнятина невероятная, эти слобы, которым обязательно нужно, чтобы все было по книге, хотя это вообще абсолютно разно... Ну ладно, извините, извините. Пятый сериал, который я хочу вам предложить, это «Бестыжие». У нас тут 134 эпизода, 10, по-моему, сезонов. Сериал выходил на протяжении 10 лет, то есть с 2011 по 2021 год. Это крутецкий, смешнючий сериал. По сюжету есть неблагополучная многодетная семья, которые живут в части неблагополучной Чикаго, и, в общем, все по классике. Отец-алкоголик, который дома почти не ночует, где-то шарится постоянно, мать забежала вообще. Есть шесть детей, у каждого есть свои проблемы, у каждого есть свои особенности, приколюхи. В общем, есть старшая сестра, которая старается как-то за всеми заботиться. Поднимается абсолютно весь спектр вот этой проблемной жизни. Сериал, несмотря на то, что он долгий и много серий, он, как мне кажется, не сливается, не опускается. Он там постоянно происходит просто какой-то трэш. После небольшой паузы переходим к шестому сериалу, который я хочу посоветовать. Это «Теория большого взрыва». Сериал выходил с 2007 по 2019 год. В нем 279 серий, но они идут по 20 минут. Они очень маленькие, они очень незаметно проходят, что вы потом будете только страдать в конце и жалеть, что почему всего 300 серий, я хочу 500 хотя бы. Да, это ситком с закадровым смехом, но этот закадровый смех я лично вообще не слышу после, не знаю, второй серии. Вообще я даже не замечаю, что там что-то это есть. «Теория большого взрыва», он правда себя влюбляет. Ты влюбляешься в каждого персонажа, они все такие вроде бы похожи, но при этом все особенные, со своими приколюхами. Сюжет начинается с того, что девушка Пенни заселяется в квартиру напротив двух таких друзей-гиков, которые типичные такие задроты физики, естественно, не шарят там, как вообще взаимодействовать с людьми, а тем более с девушками. Они работают учеными, у них есть свои такие же ущербные друзья, смешные, со своими приколами какими-то. Это просто добрый, классный сериал, который стоит посмотреть, его приятно включить, когда вы там что-нибудь кушаете, или просто на фон, когда вы чем-то заняты. Седьмое место сериал «Друзья». Что это было, извините? Седьмой сериал «Это друзья». Ну, как и ТБВ, я не могла не включить его. Это просто супер-классика, супер-классный, приятный сериал, который я почему-то начала смотреть только вот недавно. Не знаю почему, вроде бы он такой популярный, понятный. Мне казалось, ну, может быть, там ничего интересного, потому что сюжет простой. У нас идёт история о шестерых друзьях, которые просто живут жизнь. Вот, они там мирятся, ссорятся, растут вместе, женятся, отражают, кто-то отражает детей, попадают в разные смешные ситуации. Сериал, кстати, выходил с 1994 года по 2004, то есть шёл 10 лет, и это было так давно, то есть я даже не родилась ещё. Он был. Но снят он прекрасно. Очень атмосферно, весь вот этот стиль, как они одеты, какие фильмы они смотрели, о каких шутках они шутили, всё это понятно, всё это интересно и классно. Тоже кажется, что сериал большой, 236 эпизодов, но, опять же скажу, это всего 20-минутные серии, которые пролетают просто, ну, вот, за миг, очень быстро, и сериал просто утекает, и вот я сейчас досматриваю буквально, там, последние серии 10-го сезона, и мне так горько. Восьмым сериалом я решила включить «Как избежать наказание за убийство». Там у нас 90 серий, сериал выходил с 2014 по 2020 год. Главное, что тут стоит сказать, мне кажется, это то, что первый и второй сезон, они просто бомбические, они очень интересные, очень всё круто снято, завораживает, каждый раз сидишь, как маленький детектив, и думаешь, кто, что. Особенностью сериала выступает то, что у нас здесь нелинейный монтаж, то есть каждая серия, она так построена, то, что то вы видите будущее, то вы видите прошлое, и пытаетесь это в голове сложить и понять, а вот кто так себя повёл, а почему это так себя повёл. По сюжету. Здесь у нас идёт история о группе студентов с Юрфака, с шикарнейшей преподавательницей Анны Лизой Киттинг. Ну и, в общем, они учатся, живут жизнь, и оказывается, что кто-то кого-то убил. И вы не знаете, кто кого убил, и пытаетесь, как детектив, понять все серии, но, честно, я, по-моему, даже и не поняла до последней серии, кто был убийцей. Раскрывается куча скелетов в шкафах разных персонажей, где вы просто сидите и смотрите какие-то поворотные повороты событий, думаете, да, чё, как это могло оказаться. Естественно, это всё в конце серии, где вы думаете, так, сейчас посмотрю эту серию, поду спать. А в итоге вы думаете, да, кто там, почему это так произошло, и начинаете смотреть следующую серию. Короче, затягивает очень-очень клёво. Я не досмотрела сериал, честно так скажу. Я посмотрела 60 серий из 90, и я не помню, почему, по-моему, потому что там что-то уже стало неинтересно. Но первые два сезона не просто божественные. В девятую категорию я решила включить два сериала, это Обмани меня и Менталист, потому что, как по мне, они очень похожи по своей сюжетной такой направленности. По сюжету чуть позже расскажу. Для начала хочу сказать, что Обмани меня, здесь всего 48 эпизодов, а в Менталисте 151 эпизод. И выходили они примерно в одно и то же время. Обмани меня с 9 по 11 год и Менталист с 8 по 15 год. По сюжетам. В Обмани меня у нас есть такой мэн доктор Лайдман. Он считает то, что все люди лгут, каждую минуту практически у них проскальзывает ложь, и он умеет распознавать по мимике, по жестам, по каким-то движениям, малейшим, эту ложь. Тут, кстати, правда, можно поучиться вот в этой технике распознавания лжи, потому что это все основано на настоящих научных основаниях. В общем, у нас есть доктор Лайдман, и у него есть группа коллег, с которыми они вместе работают, то есть они распознают ложь, к ним обращаются различные люди, правоохранительных органов, различные детективные дела они могут расследовать. Про менталиста. По сюжету у нас есть менталист, это такой мужик, которого зовут Патрик Джейн. Он обладает особым чутьем к людям, он замечает различные мелочи, он может зайти в комнату, где произошло преступление, так, посмотреть везде и понять то, что так, пуля была здесь, кровь здесь, значит, это было так, воссоздать как-то сюжет, вот, то есть прям интересно, чем-то напоминает, Шерлока, то есть какой-то метод дедукции, что ли. Здесь тоже, вот почему напоминает мне это обмани меня, он работает в группе только уже детективов настоящих, которые расследуют преступления, то есть специально какой-то отдел, и то есть он как бы такой приглашенный помощник, плюс у него там есть еще своя история, связанная с убийством его семьи, и, наконец, десятый сериал, это у нас «Ход королевы», всего семь эпизодов, то есть это по сути многосерийный фильм, даже можно сказать, решила его сюда включить, потому что он относительно новый, он вышел в 2020 году, он очень круто снят, красиво, так вот атмосферно, плюс он небольшой, можно посмотреть там за несколько дней буквально, ну или за один день, кто как смотрит. История у нас о такой рыжей девочке, сироте, которую зовут Бетт Харман, у нее вот только что погибла мать в автокатастрофе, ее помещают в сиротский дом, где, кстати, ее пичкают какой-то наркотой, для того, чтобы дети сильно не мозолили глаза, и это реально было в истории. в приюте она спускается в подвал и встречает там мужика, боже, как это сейчас скрипово звучит, но там было все нормально, если что. Она уже встречает мужика, который играет в шахматы, она этим заинтересовывается, со временем этот мужик учит ее этим шахматам, оказывается, что у нее есть нереальный какой-то талант, и таким образом у нее получается выигрывать. И дальше рассказывается вся вот эта вот история, как она начинает участвовать в чемпионатах. Вообще, честно говоря, по описанию звучит немножко скучновато, да, чего там шахматы, но это реально очень-очень-очень крутой сериал, там рассказывается, и плюс ее жизнь, ее становление, ее какое-то взросление, как она знакомится с разными ситуациями, как ее усыновляют, собственно, вроде все, все 10, а на самом деле 11 сериалов я вам рассказала. Жесть, сколько я наговорила, но, честно говоря, у меня еще огромнейший список, есть сериалов, даже я себе немножко выписываю дополнительно, если будет время рассказать, но я могу еще очень долго об этом говорить, потому что столько же сильно любимый, как Эзи, 11 сериалов, у меня есть еще, наверное, штук 50 таких. Что там, пишем комментарии, ставим пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.